В эфире Углегорские новости. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Петрова. Корреспонденты нашей редакции готовы подвести итоги этой недели прямо сейчас к главным темам выпуска. В Башниковой снежной лавиной накрыла машину скорой помощи. По словам местных жителей, исход лавины здесь это частое явление, но в этом году произошло все намного серьезней. Есть пострадавшие жители Углегорского района бьют тревогу, а сотрудники ЖКХ просят понимания и внимания. Вспомнили тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг за пределами Отечества. Одно из самых опасных и громких событий на этой неделе произошло в Башниково. Снежная лавина накрыла машину скорой помощи. Водителю и доктору удалось спастись от груды снега. Дарья Кораблева узнала подробности. По словам местных жителей, исход лавины здесь это частое явление, но в этом году произошло все намного серьезней. Масса снега накрыла скорую помощь. К счастью, люди не пострадали. Вот буквально 30 метров надо было перенести медицинские товары. Вот переносили. Только перешли, не успели вернуться и вот свалилось. Все буквально произошло в 10-15 секунд. Все случилось. Высота, пожалуйста, метров 6, наверное. Машины было не видать практически. Вьюга была сильная, нельзя было подойти ничего. Место встречи – снежная ловушка для машины скорой помощи. Врач из Башниково вместе с водителем возвращались с лаборатории. Накануне небольшая масса снега сошла с сопки. Из-за этого машина проехать не смогла. Второй автомобиль ждали час. Все случилось, когда перекладывали вещи из одной машины в другую. Подъехали, перегрузили. А не успели даже перегрузить. И машину с охваловиной. И машины нет. Все. Приехали, сообщили, что нет машины. Она под обвалом. 6 метров высоты, метров 40 длины. Все. Мы на ней просто стояли, на этой машине. Водители-врач не пострадали. Такое можно назвать только чудом. Остались бы в машине или рядом, шансов на спасение было бы мало. Как говорит Виктор Шандаренко, сегодня он празднует второй день рождения. Мы испугались то, что, слава богу, в несколько секунд мы до нее не дошли. А то мы бы были в этой машине или под машиной. Как уж там получилось бы. Вытащить машину скорой помощи удалось не сразу. Потребовалась дополнительная техника. Около 15 часов дня скорую удалось освободить. Повреждения у автомобиля есть, но работать будет. После публикации углегорских новостей прокуратура организовала проверку. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин. Углегорские новости. Утром 16 февраля ураганный ветер и мокрый снег обрушились на Сахалинскую область. В выходные дни жители углегорского района наслаждались солнечной и теплой погодой. Оттепели и плюсовая температура, и даже верба начала распускаться раньше обычного, что не свойственно сезону. Снег и такой сильный ветер стали контрастами. Уже 16 февраля вечером из-за циклона было остановлено транспортное сообщение с углегорским районом. Читатели присылали в редакцию углегорских новостей опасные кадры. По улицам Шахтерска летали листы металла. Чудом не пострадали припаркованные рядом автомобили, и пешеходы обошлось без жертв. Вечером этого же дня коммунальщики сообщили, что профнастил был собран. Циклон внес свои изменения в жизни школьников. Из-за погодных условий Сахалинское министерство образования рекомендовало перевести всех учеников на дистанционную форму обучения. 18 февраля школьники стали постепенно возвращаться к привычному графику учебы очному. Сахалинская область получит новую вакцину «Спутник Лайт». Препараты однокомпонентные, достаточно одного укола. Институт Гамали должен произвести 3000 доз. 1500 будут отправлены в Москву, 300 на Сахалин. Новую вакцину будут использовать вместе со спутником ВИП. По плану к июню этого года должны привить 100 тысяч жителей Сахалинской области. По официальным данным, в Углегорском районе коронавирус отступает. На самоизоляции сейчас находится 20 человек. В спине в мане 21 пациент. Вакцинация продолжается, как и масочный режим. А вот соблюдается ли, расскажем прямо сейчас. Очередной рейд по магазинам проверили несколько торговых точек. В трех из них – игнорирование масочного режима. Организованы штаммы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ограничения на развлекательные мероприятия и в ЕС в Сахалинскую область сняли. Уровень заболевания ковидом в Углегорском районе идет на спад. За два месяца первым компонентом вакцины Гамм-Ковид-Вак привились более тысячи человек в Углегорском районе. Это полезная вещь. Ну, конечно, бывают издержки у кого-то, там, организм или ошибки врачей. Но это такие мизерные единицы, что они ни в сравнении не идут с полезностью самой вакцины. Нет, не делали и делать не будут. Будем держаться правильно, исполнять все указания, маски, перчатки. Вот заходим, масочку наденем. Но картина симптомов заболевания не изменилась. Те, кто моложе, переносят вирус легче. Люди старшей возрастной группы – сложнее. Те, кто уже переболел коронавирусом, до сих пор вспоминают о симптомах и его последствиях. Потом ситуация меняется стремительно. Буквально за пару дней, там, два-три, ты осознаешь, что не можешь есть привычные тебе продукты. Все начинает пахнуть одинаково. Одинаково отвратительно. Отвратительно именно как? Представьте себе запах, который можно смешать с запах, смешанный с выхлопным, из трубы автомобиля, с резиной, с жареным луком и с тухлятиной сразу с привкусом с ноткой ацетона. В Сахалинской области зарегистрировано более 21 тысячи случаев заболевания. 19 тысяч человек выписаны. Более тысячи проходят лечение. Прошли вакцинацию почти 24 тысячи жителей Сахалинской области. Евгений Мелехов, Дарья Кораблева, Александр Гагаркин. Углегорские новости. Еще одна проблема – сход снега с крыш. Пострадавшие жалобы уже есть. Самое обсуждаемое в эти дни – повреждение припаркованной машины на лейтенанта Егорова-2. Далее продолжим. Ваши х** раскопали там сбоку этот люк. Х** анализационный. А сзади машина стояла. Каким окажем я должен выехать? Резкое потепление в Углегорском районе не обошлось без происшествий. На прошлой неделе с дома номер 2 по улице лейтенанта Егорова обрушилась снежная лавина. Под удар попала машина, стоящая рядом со вторым подъездом. Владелец обратился в полицию. Подбушать у кого дело якобы нету что. И ущерб там меньше 250 тысяч. Вот из-за этого будет отказ. Добровольно предложим погасить ущерб. Если они откажутся, еще не там 10 дней, подадим в суд. Суд – чаще единственный выход из подобной ситуации. По правилам работы управляющая компания должна очищать крыши от снега и льда. А в чрезвычайных ситуациях – огораживать опасные участки. На лейтенанта Егорова сигнальной ленты или предупреждений не было. Тем, кто оказался в таких ситуациях, важно зафиксировать само событие. Вызвать сотрудников полиции. Второй этап – оценка ущерба. Далее – претензия в управляющую компанию. Если требование не удовлетворяется, то решение будет принимать суд. При этом, если управляющая компания добровольно не удовлетворила требования заявителя о возмещении материального ущерба, то управляющая компания может быть еще оштрафована судом на 50% стоимости заявленного иска. Даже если управляющая компания работает по плану, спад снега с крыш не предугадать. В конце этой недели расчистке мешал ветер. К работе обещает приступить, как только позволят погодные условия. К счастью, прошедший циклон много дополнительно снега нам не принес. Поэтому расчистка кровели дворов продолжается в плановом режиме. На сегодняшний день 70% кровель уже расчищена. Все дома, кровли которых подлежат расчистке, огорожены сигнальной лентой. И работниками управляющих компаний при проведении работ проводятся предупреждающие население мероприятия. Но пока жители Углегорского района продолжают бить тревогу. Кровли крыш заполнены снегом и льдом. Рядом лучше точно не ходить, даже если нет сигнальной ленты. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Евгений Мелехов. Углегорские новости. 15 февраля – день вывода войск из Афганистана. В этот день вспоминают тех, кто исполнял свой долг за пределами Отечества. В Углегорске прошло траурное мероприятие, на котором вспомнили героев. Семь фамилий на памятнике в сквере Углегорска. Шесть ребят – Сергей Евтухов, Евгений Кузменко, Юрий Крылов, Владимир Голубов, Илья Струкалин и Андрей Покровский – погибли, исполняя свой долг в горячих точках. А один из них – Владимир Купенко, в мирное время в рядах российской армии, спасая армейских товарищей от взрыва снаряда. Сын Татьяны Савоськиной Владимир Голубов не дожил до своего 19-летия три месяца. Это была взрывная волна, осколок снаряда, попавший. Смерть была мгновенной. 23 февраля. Просто так случайно он стоял возле БМП с другом. Друг прыгнул в окоп, этот Покровский Андрюша, вот здесь он тоже погиб. Он забыл там автомат, достать автомат. В это время взрыв, сын погиб мгновенно. Сегодня в памяти о войнах, оружейные залпы, военные песни, минута молчания и возложения цветов. Сегодня мы не только чтим память, сегодня также мы выражаем огромную благодарность матерям и родственникам, которые воспитали достойных граждан нашего Отечества, отдавших свой интернациональный долг. Наталья Струкалина – мама еще одного погибшего героя. Илья Струкалина вместе с Татьяной Савоськиной в 1995 году приехали в Чечню к сыновьям в группе солдатских матерей. Илья Струкалин должен был демобилизоваться в апреле, но был убит 8 марта снайпером. У нас были разговоры с ними, мы мечтали, мы планировали, как ребята приедут, как Вова с Илюшей, Володей, будут ходить, будут дружить, так как они там скрипила солдатская дружба, это служба, дружба. Но ничего этого не вышло. Вот мы съездили, пообщались с ними, вот как чувствовало материнское сердце, что надо ехать, надо ехать. В субботу 20 февраля в 15.00 в Углегорском храме Владимирской иконы Божьей Матери состоится общая панихида о погибших. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин. Углегорские новости. В Углегорском районе выбирают учителя года. Всего в конкурсе принимает участие 8 преподавателей. Школа Углегорска, Шахтерска, Башняково, Краснополье и Лесогорского. Оценивают конкурсантов 12 членов жюри. Это представители управления образования, общественности и педагогических коллективов. Конкурсы разделили на несколько этапов. Первый – дистанционный, где рассматривали визитные карточки участников. Получается, что они несут на конкурс все. Начиная от визитной карточки, от своего видения этого конкурса и изложения своей точки зрения на место в педагогической профессии, которую они обозначают, когда пишут эссе. И все это проходит красной линией через занятия, через уроки, через неурочную деятельность, которую мы тоже посмотрим. Второй этап – очная педагогия. Проводили открытые уроки. Для этого выбрали школу номер один Углегорска. Все учителя впервые встречались с классами. Кроме этого, на уроках присутствовали члены жюри. Итак, произведение как называется все вместе? Учитель школы номер пять Углегорска Алина Павлухина должна была проводить урок для четвертого класса. Но из-за погодных условий школьники были дома и пришлось внести изменения. Это было, во-первых, очень необычно, потому что сегодня в связи с погодными условиями в классе были не дети четвертого класса, а дети пятого класса. И поэтому мы с ними в начале, на организационном моменте погрузились в атмосферу начальной школы. Эти парты для них немножко маловаты. Мне кажется, получился очень такой уютный момент. Ну, вернуться в детство нельзя, но у них сегодня получилось. Вообще, в целом, мне урок очень понравился. И детки молодцы, себя хорошо проявили. Вообще, было очень интересно. И цели урока были достигнуты. Урок на ура! Оценка педагогов проводится по многоступенчатой системе и в баллах победит тот, кто сможет набрать максимальное количество. Имя учителя года объявят 20 февраля. Ну, а школьникам Углегорского района помогут выбрать профессию. Специалисты Института развития и образования Сахалинской области 15 и 16 февраля провели курсы повышения квалификации для педагогов Углегорского района. Это первый шаг по внедрению профильного образования. Главная цель программы – помочь школьникам определиться с будущей профессией. Изменения касаются тех, кто пойдет в 10 класс, им предстоит выбрать профильные предметы. Предположим, ребенок хочет стать врачом и понимает, что ему нужны биология и химия. Количество часов на эти предметы будет увеличено. Плюсы в том, что ученики осознанно подходят к выбору своей профессии. Кроме того, что они выбирают профильные предметы, необходимые для поступления, они еще получают и практику. Ну, вот, например, в медицинский институт, кто собирается поступать и стать медиками, для них есть возможность вот наши больницы, наши поликлиники. Жители Башнякова перестали жаловаться на груды мусора. Почему – сейчас расскажем. С улиц Башнякова исчезли горы мусора. Пожалуй, это первое, на что обращаешь внимание при въезде в село. Еще недавно все выглядело не лучшим образом. А сейчас – вот так. С нового года немножко была задержка, а сейчас регулярно. Постоянно приезжают, увозят. Проблем нету, если бы еще наши не мусорили рядом. Вообще прекрасно. И ворон не стало, и собак сейчас нет. Старенький сельский мусоровоз вышел из строя под конец прошлого года, а сейчас и вовсе приказал долго жить. Впрочем, с января мусор в Углегорском районе вывозит южно-сахалинская компания «Комфортстрой». Для Башнякова это стало панацеей. Местные жители уверяют – мусоровоз приезжает трижды в неделю. Отсюда и чистота. Чего не скажешь о Шахтерске. Здесь жители по-прежнему жалуются и на график вывоза мусора, и на чистоту этого процесса. Контейнера пустые, а вокруг – это просто кошмар. До недавнего времени мусор в районе вывозили местные ЖКХ. С 1 января региональный оператор заключил контракт с «Комфортстроем» без расторжения договоров с коммунальными предприятиями района. Правда, до суда в этом вопросе спор так и не дошел. Решили все мирно, за столом переговоров. Теперь мусор в районе вывозит только «Комфортстрой». Пожаловаться на качество предоставляемой услуги просто. Можно оставить претензию на сайте аоттко65.ру или на портале Сахалин Онлайн. Фото или видео мусорного коллапса в качестве подтверждения – обязательно. Алина Голоскок, Евгений Мелехов, Углегорские новости. По вопросам рекламы, объявлений и бегущей строки обращайтесь к нашим специалистам. Телефоны 8 924 283 04 47 и 43 021. Далее реклама. Не переключайтесь. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон» 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 На металлических опорах. Субтитры подогнал «Симон» На металлические опорах. Субтитры подогнал «Симон» За его рулем была также женщина Субтитры подогнал «Симон» Углегорский летающий Субтитры подогнал «Симон» 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 Сильнее волнение перед встречей Боишься сделать ошибку Потому что очень ответственные соревнования Храбрость Я никогда не боюсь выходить Какой-либо соперник не был Всегда борюсь Даже если у него там Разряд высокий Просто знаю, что у него Много заслуг Я все равно выхожу и борюсь Хайрандер Шермадов с 6 лет занимается борьбой После всероссийских соревнований Понял, к этому спорту нужен подход Серьезный Теперь тренировки по 5 раз в день На турнире в Брянске получил третье место И стал вторым в районе самым юным борцом Имеющим звание КМС Серьезно надо выходить, чтобы соперник Спугался Чтобы видел, как ты готов на это соревнование Тренирует в спортивной школе имени Карпенко Вячеслав Нефедов и Артур Хиен Поставили задачу юным спортсменам С которой парни справились Задача была Главное Чтобы Шермадов выполнил норматив Кандидата мастера спорта То есть Попал в тройку призеров Ради этого и ехали То есть результат этот добились И Плоть даже и Федоров подтвердил Разряд кандидата мастера спорта Став также второй В этой секции Более 50 борцов Сейчас юные спортсмены готовятся К новому всероссийскому турниру Уже в марте ребята Отправятся в Орел Где встретятся с новыми соперниками Дарья Кораблева Александр Гагаркин Углегорские новости Совет серебряных волонтеров Появился в Углегорском районе Площадка организована Для помощи людям Категория 65 плюс Волонтеры движения Уже оказывали помощь Помогали в проведении мероприятий Принимали участие в рейдах Для того, чтобы скоординировать Работу активистов Был создан совет Председателем выбрали Надежду Скоробогатову В целях решения данной проблемы Мы создали межведовственную Мобильную бригаду В которую входят Представители администрации Здравоохранения Социальных служб И иных А также серебряные волонтеры Еженедельно Мы организуем Выезд В трудно особенно Населенные пункты Где Выявляем И оказываем помощь Нуждающимся гражданам Это были Углегорские новости Далее смотрите Прогноз погоды И киноафишу Впереди у нас Рабочая суббота И три выходных дня От всей редакции Углегорских новостей Поздравляю всех мужчин С наступающим Днем Защитника Отечества До встречи По прогнозу ГИСМЕТИО Завтра в Углегорском районе Ожидается переменная облачность Небольшой снег Днем температура минус 6 Ночью опустится до 13 градусов ниже нуля Ветер умеренный до 9 метров в секунду В воскресенье Ожидается пасмурная погода Снег Днем минус 7 градусов Ночью минус 12 Ветер до 16 метров В понедельник Будет пасмурно Температура Днем минус 7 градусов Ночью 11 Мороза Ветер до 15 метров в секунду Во вторник По прогнозу Будет пасмурно Снег Днем минус 9 градусов Ночью минус 12 Ветер умеренный В среду и четверг Ожидается пасмурная Снежная погода Днем минус 10 градусов Ночью минус 11 Ветер до 19 метров. В пятницу прогнозируют переменную облачность, небольшой снег, температура днем 10, ночью 12 градусов ниже нуля, порывы ветра до 12 метров в секунду. Это был прогноз погоды на неделю. Всего доброго. Здравствуйте, меня зовут Дарья Кораблева. Впереди нас ждут три выходных дня. Наша команда углегорских новостей поздравляет всех мужчин с наступающим Днем Защитника Отечества. Ну а прямо сейчас я расскажу вам, как провести эти выходные. В кинотеатре «Авангард» вы сможете посмотреть сразу пять новинок. А теперь подробнее. Конек-Горбунок. История обывания его верным друге и помощники. Ивану с коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность. Столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания. И встретить любовь, ради которой можно пойти на любой риск. Ну или почти на любой. Он у них-то наш дурак-дуракон. А людям нравится. Он герой. Казни ты бы его. Царь-батюшка, отдай мне задание. Потруднее, позабористее, а? Он дурень. А это ты удачно зашел. Да, Ваня. Дело тебе царь поручил. Безнадежное. Какое оно, советское воспитание? Ответ на этот вопрос вы найдете после просмотра фильма «Батя». Это история, которая возвращает героев детства к своему отцу. К суровому русскому мужику, который воспитывал своего сына так, как воспитывали советские люди своих детей на заре 90-х. В общем, это самая родная комедия. Ты хороший отец. Такой же, как и твой папа. И он тебя любит точно так же, как ты любишь своих детей. Еще, еще раз. Вот это и значит пьяный. Меня тошнит. Ого. Кто из нас не хочет, чтобы мечты сбывались? Вот отец семейства из фильма «Родные», однажды проснувшись утром, решает исполнить мечту всей своей жизни. Отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. У семьи не остается выхода, как смириться и согласиться. В дороге их ждут приключения и испытания. А по-другому и не может быть, когда одну из главных ролей исполняет Сергей Бурунов. Мы что, в Москву что ли едем? Сейчас у тебя прослушивание будет. Так, у вас три минуты. Мама ушла бы вживать шалаш, папа из сейфа достал коллаж. Он говорит, что Крым не наш, я говорю, что наш. Мне кажется, что медицинский идеальный вариант. «Панчары. Глобальное закругление». Мультфильм, который понравится вашим детям. А как могут не понравиться милые и пушистые создания? История этого мультфильма наполнена приключениями. Двух панчар затягивает петля времени. И выясняется, что в будущем панчары – музейные экспонаты наряду с динозаврами. Что же делать? Конечно же, менять ход истории. Смогут ли панчары справиться с этой задачей? Смотрите в кинотеатре. Ну и последний на сегодня, но не последний в киноиндустрии – фильм «Лав». Именно так называется отель – лучшее место, где можно провести 14 февраля. История фильма следующая. Большие однокурсники встречаются в ресторане в честь 40-летия выпуска. И старые чувства вспыхивают с новой силой. Развитие истории каждого из героев заслуживает отдельного внимания. Берешь свое желание и запускаешь его прямо в космос. И оно исполнится. Угу. Вот увидишь. Конечно. Знаешь, чего у меня хочется? Ну, давай. Увидеть, как ты танцуешь. На этом все. С вами была Дарья Кораблева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин